Попасть на долгожданную премьеру в театре или на сеанс в кино теперь проще. Билетов станет больше. Если до этого дня залы могли быть заполнены зрителями лишь наполовину, то сейчас на 75%. Такое решение накануне принял оперативный штаб. Для учреждений культуры, чьи доходы из-за ограничений упали в два раза, новость приятная. Естественно, сказать, что мы очень были рады такой новости, это мало сказать. Конечно, рады. Как будем размещать схему, пока мы еще не определили, потому что это было вот-вот-вот, только вчера. И в связи с тем, что апрель-май уже у нас репертуар стоит, афиша уже есть, и билеты уже начаты продаваться с 50% загрузкой. Сейчас просто 25% будем распределять по залу как-то так, чтобы с соблюдением всех норм. В остальном требования Роспотребнадзора никто не отменял. Кинозалы, театры и дома культуры по-прежнему должны продавать билеты бесконтактным способом – на сайтах и банковскими картами. У зрителей, как и раньше, будут замерять температуру, обязательно ношение масок, наличие рециркуляторов, а также проветривание помещений и обработка поверхностей. Разрешена деятельность частных концертных организаций, которые могут к нам приезжать в республику, или же наши организации проводят концерты, но при условии, что если в помещении имеются сидячие места, тоже при условии загрузки до 75%, у нас запрещены культурно-массовые мероприятия, которые свыше 50 человек, у нас в музеях запрещены, в библиотеках запрещены. Танцевальные мероприятия и дискотеки тоже пока остаются под запретом. Напомню, ранее оперативный штаб снял ограничения по времени работы заведений общепита. С конца марта рестораны и кафе могут принимать посетителей хоть круглые сутки. Инна Судандукова, Жаргал Терендашиев, Мария Латышева, Вячеслав Батуев. Новости дня.